Здравствуйте! Я Иринбург Кинесса Иосина, член общества краеведов Уральского генеалогического и историко-родоведческого общества города Екатеринбурга и член клуба при Библиотеке Белинского «Уральский библиофил». Хочу рассказать вам о своих опытах волонтёрской службы в культурном пространстве города Екатеринбурга. Начну, наверное, с филармонии, где я лет 10, наверное, занималась, так сказать, помощью филармонии. Еще в 90-х годах началось это волонтёрское движение, но в 1999 году с помощью открытого общества в Библиофиле Библиофиле был организован Центр волонтёров, членом которой я и была. Кстати, там как было бы две категории волонтёров. Это в основном студенты различных вузов Екатеринбурга и люди постарше, к коим относилась и я. Большую помощь оказала как раз из старшего поколения Сундукова Кландия Андреевна, которая собирала зрительскую базу, заводила компьютерную базу. А на все субботы и воскресенье всё своё свободное время от работы проводилась в филармонии. Молодёжь, ну и в том числе и я тоже, мы все занимались промоушен, то есть рекламой концертов, проводимых в филармонии. Очень активные были молодые студенты из консерватории Осинцева Катя, члену Ругоугорская Валентина, ну и другие, да, из технического Илья Фомин. Дело в том, что помощь наша ещё оказывалась в организации вечеров, особенно на новогодних вечеров. И я хочу сказать, что у нас очень бурная деятельность была в то время, когда стала руководителем волонтёров искусствовед Бубнова Маргарита Геннадьевна. Вот я покажу, я там с ней сижу, наша волонтёрская комната, нам сделали волонтёрскую комнату на первом этаже, мы там выпускали газеты, мы там обсуждали свои проекты, в общем, своя была очень интересная, хорошая деятельность. И мы, старшее поколение, не чувствовали себя, ну, как-то старикам, среди них тоже нам было очень интересно. Кроме промоушена мы помогали, вот я уже говорила, в организации вечеров. И когда, особенно новогодние, мы, Балым, и свои идеи предлагали, которые филармония принимала, новогодние вечера за столиком. И эти вечера были, так сказать, констюмированы, и мы, конечно, в первую очередь сами делали, как бы, такие костюмы, в костюмы пытались приходить. Обслуживали эти столики, готовили. То есть вся вот эта работа организационная по проведению этих новогодних вечеров за столиков, а это было недели две, ещё проводились детские вечера новогодние, помогали в основном волонтёры во всей этой организации. Вот у меня есть фотография, когда Оля Батлук, волонтёр, волонтёр, ой, я так не вижу, волонтёр видно или нет, разносит фрукты по столикам, предлагает гостям новогоднего вечера. Вот Оля Батлук. Большая довольно, ну, у меня только часть, вот на одном из вечеров мы сфотографировались группой на рестнице малого камерного зала. Я здесь не знаю, не вижу видно или нет, впереди как раз Маргарита Геннадьевна Бубнова. Кстати, мы все продолжаем ещё как-то общаться иногда, волонтёры. Вот. Большая организация была, промоушен был практически круглый год. Дело в том, что филармония организовывала для нас встречи по, и рассказывала о новых концертах, о тех гастролёрах, которые должны, так сказать, приехать, об интересных концертах. И всю эту информацию, получая, мы разносили, естественно, каждую свою организацию, студенты, в свои институты. Летом тоже проводился промоушен. В литературном квартале, моём любимом, проводились концерты. Тогда были все бесплатные. Филармония проводила две недели свои концерты для всех, так сказать, жителей города. И всегда набиралось много народа. И мы там приходили и распространяли информацию, рекламу, рекламные листочки, флайеры о предстоящих концертных сезонах, чтобы люди, так сказать, уже знали, что будет, и что-то выбирали. Позднее уже стали проводиться ярмарки. В этих ярмарках мы тоже участвовали, тоже проводили промоушен, помогали выбирать концерты, предлагать лучшие, так сказать, для разного поколения, для разных видов. А потом они уже шли как бы оформлять финансово, покупать уже непосредственно к сотрудникам самой филармонии. То есть вот работа была большая, я считаю, что очень большую помощь наши волонтеры, мы все оказывали филармонии. Поэтому вот у нас такая, центр был у нас вот такая, у каждого была визиточка, что мы волонтеры. Потому что когда люди приходили на концерты, они, мы раздавали листовки тоже, допустим, о программке, или предлагали, значит, следующие концерты, и поэтому люди нас видели. Я знаю, что когда новогодние вечера, мы как-то там позднее уже перестали участвовать, люди вспоминали с теплотой и говорили, как было хорошо, когда вы принимали участие в организации этих. Ну, просто там немножко, видимо, сменилось поколение. Ну, неважно. В общем, работа была очень интересная. Дело в том, что молодежь получала тоже большие знания. Они, во-первых, все были, которые любили музыку. А в-вторых, рассказывали филармонии о новых музыкальных направлениях, о новых концертах. Знакомились, настраивали встречи нам с этими артистами. У нас начинали все Денис Мацуев, еще там Скрипачев, Репин, Денис приезжал. То есть мы, это 90-е годы, еще знали всех сейчас знаменитых артистов, которые гастролируют по всему миру. Они к нам приезжали. Это благодаря тому, что наш оркестр вылез за границу, и его стали знать. Это Борейко. У меня в доме висит его портрет. Дирижер Андрей Борейко, очень знаменитый. И тогда вот как раз работал центр. Я имела тогда постоянное место, как анчелло же. И все друзья знали, что если я сижу, значит, там мое место не занято, меня нет. Если это место занято, то видели, что это сижу я в основном. То есть мы, конечно, все друг друга знали. Нам было интересно, у нас была общность. Мы выпускали газету. И сами, когда устраивали филарменические вечера, вот у меня есть, здесь нет, наверное, фотографии, когда была встреча с журналистами, то наши волонтеры устраивали концерты. У нас все играющие. Вот здесь вот, забрать мне очень важно, троечка. Это все. То есть плохо, да, видно? Тут как раз Валя Горская, гитаристская. Сергей Лыков, он сейчас уехал в Москву уже. И Вадим Шакуров на флейте. Это все ребята наши волонтеры. То есть мы сами волонтеры, кто-то считал. Я даже участвовала, танцевала, поскольку я все занималась танцами в те годы. Вот, и мы участвовали с танцами. То есть кто что умел, мы, так сказать, для артистов, ну, для зрителей показывали свои тоже таланты. И еще маленький аспект. Выставки. Мы всегда несколько раз делали великолепные выставки. То есть всех артистов, вот я очень много снимала, и у меня очень хорошие отзывы есть об этих филарманических выставках. То есть, когда приходили гастролеры, у нас были всегда с ними встречи, приезжали. И это было настолько интересное общение, что люди просто вот с удовольствием шли после концерта в камерный зал, и с нами общались эти артисты. И мы получали огромное удовольствие, узнавая, как они пришли, что они любили, кого они играли и тому подобное. Вот такая была бурная деятельность в те годы, в 90-е годы. Ну, и почти 10 лет я занималась этим делом. Так, следующим этапом моей волонтерской службы, но это даже не в следующем, это было все в это же время. Просто я, как член генеалогического общества с 92-го года, то есть, это как 90-е годы, я, у нас, мы решили такую акцию провести. Вот у меня, вот у нас наша эмблема генеалогического общества. Мы решили такую, провести акцию «Михайловское кладбище». Это инициатива нашего общества была, вот, инициатива Уральского генеалогического общества. И было это как бы подарком к дню города, да, где, вот это 90-е, какой-то, ну, в общем, 250 лет, ну, не важно. И поскольку Михайловское кладбище, ну, я благодаря, почему этим занялась, потому что был такой краевед, очень интересный, очень хороший человек, Камарский, он занимался, значит, инвентаризацией, описей, в общем, собранием известных людей, описать могилы, в общем, инвентаризацию, ну, не инвентаризацию, а опись собрать всех известных людей и написать о них биографию. Я этим заинтересовалась и вот предложила, но я не одна, у нас два человека, вот тут я покажу, вот первый раз мы на краеведении тут представили свой сборник, а вот еще очень известная в городе журналист Маргарита Сергеевна Ибергар, потому что в основном она журналистка, когда мы организовали, мы рекламу, что сказать, мы впервые, кстати, такой факт интересный, когда мы пришли в администрацию Кировского района, что мы хотим заняться, ну, приведением кладбища в ужасном состоянии было, что мы хотим вот собрать людей, как-то привезти, ну, если это вам удастся, пожалуйста, то есть тех жителей гор, да у кого предки захоронены на этом кладбище, потому что кладбище много лет как бы было закрытое, церковь была закрыта где-то в 60-х годах, 58-го, вот у меня сам последний дедушка там похоронен, и после этого кладбище было закрыто много лет, и вот где-то вот уже к началу 90-х открыли. Но нам это удалось, мы собирали людей, делали собрания, говорили, значит, организовали, организовали, субботники организовывали, все это мы писали, значит, объявляли в газетах, в газетах, Маргарита Сергеевна писала, но у меня тоже есть статьи, Маргарита Сергеевна писала в газетах «Уральские рабочие», «Вечерний Свердловск», «Областная газета», мы призывали людей, так сказать, приводить свои, так сказать, свои могилы, своих родственников в нормальное состояние. То есть у нас субботники, вот есть даже, когда мы, куда я делась фотография, субботники, мы, конечно, сами первые приходили, призывали, и на вот первое время приходил. Потом записывали, я в основном, ну, еще были у нас, конечно, помощники, проводила, как бы, инвентаризация этого кладбища, то есть описях, помогали нам даже школьники. И когда Кунцевич, уже, ну, второй председатель, как бы, нашего общества, нашего общества, Михаиловское кладбище, вот этого, он организовал, у него была группа скалов, ребят, и проводил, как бы, летний лагерь, и они занимались описями, в чем им помогали, я приходила, они днем работали, потом обедали и отдыхали, но потом, в следующие годы, уже нам администрация не давала на это денег. Вот, вот я покажу, там, еще есть, вот я на субботнике, мы тут на участке собираем, так сказать, траву, там, ну, не только траву и мусор. Вот, первый раз, когда 10 лет было ОГО, мы выступали с отчетом, я выступала с отчетом, здесь сфотографированы памятники известным людям, профессорам, рассказывала о том, в каком состоянии они находятся, то есть, кто там не ухаживает. Я, кстати, сама уже много лет, когда хожу на могилы предков, ухаживаю за макилой, мне очень сынно. Это Маркиан Петрович Фролов, композитор, который основал наш союз композиторов, основал нашу консерваторию Мусоргского. И даже, я говорила потомкам им, но они почему-то не ходили. Кстати, мы с его внучкой работали, но сейчас дочь уже ушла. Но они почему-то туда не ходили. Самое главное, что там была прекраснейшая ограда, Уралмашевская, кстати, несколько Уралмашевских оград у известных людей были украдены. Ну, там был такой период, когда перед Концевичем был у нас руководитель, то исчезли, так сказать, хорошие ограды. Вот. Еще я за одной могилой ухаживала. Это студент, который учился в УПИ, пять лет, отличник из Сибири, и могила неухоженна, никто не ухаживает, потому что мать, видимо, я просто расыскала, у меня написана биография этого молодого человека. Он воевал, он отличник, кончил учебу с отличием, поступил после войны, воевал, очень много контузий, и закончив институт, пойдя на практику, он, к сожалению, заболел и умер. И я долго искала биографию этого человека, мне было очень интересно, потому что я сама училась в УПИ, я все-таки нашла, через несколько лет нашла и написала биографию. Чем было изумить, и почему мне очень хотелось, этот товарищ был в команде футболистов, студентов УПИ, и в 47-м году эта команда заняла первое место среди учебных заведений. Вот, но узнала о том, что я случайно встретила женщину, то есть это его бывшая жена. Ну, а потом вот я уже искала, все газеты разыскивала в архив, ну, в общем, вот приходится искать, конечно, мы ведь не только записываем, кто написан, но биографии. Приходится рыться в старых справочниках, спрашивать, устраивала, ходила на разные встречи, и вот по... мы выступали на краеведческом обществе, и я делала несколько сообщений на наших конференциях родоведческих. Одно это контингент на оставшемся еврейском участке людей захороненных, это практически родители эвакуированных, значит, людей, которые с заводами сюда были эвакуированы с Украины, с Белоруссии. А второе сообщение, это я делала о всех памятниках известных наших профессоров с разных, ну, ученых из разных вузов. Ну, вот такая работа. К сожалению, материалы собраны, но печати так получилось, что я не смогла подготовить, хотя материалы все эти есть. Но самое главное, мы добились как бы этого кладбища, и Маргарита Сергеевна писала, все мы помогали, и все тут собраны, основные это, мы сделали историческую справку по этому кладбищу, и вышли на, вышли на Министерство культуры, у нас было, сейчас, да, не могу, оказалось в этой парке, Министерство культуры, и мы добились, что нас признали кладбище мемориальным, потому что многие люди боялись, что его снесут, поскольку кладбище находится в центре города. Вот она там видна, историческая справка. То есть здесь собрано все, ну, с чего начиналось, какая цель, то с чего, и все здесь захоронены. Кстати, здесь захоронение, но это как бы не наша заслуга, захоронены белочехи, которые здесь воевали, да, и Чехословакия, Чехословакский консул, ну, открыли, списки есть, это уже занимались историей, Дмитрия Физупи, поставили им мемориал, но фотографию сейчас пока не показываю, нет. Эта вот работа была, она писала, и все им тоже помогали, потому что я в основном, наши члены собирали данные, а писала Маргарита Сергеевна Эбергард, великолепно журналистка. К сожалению, она уже тоже ушла из жизни. Далее, да? Далее. Ну и опять же сказать, что это последний этап, ну, может быть, может быть, тоже где-то это было все, все же времена как-то шло, а может и нет. Это самое мое любимое дело. Память писателя, гуманиста, французского летчика Антуана де Сент-Экзапери. В 70-м каком-то году я прочитала книгу о нем, будучи в отпуске, и, в общем, нашла здесь единомышленника, это президент общества духовной культуры Буракова Михаила Рубиновича. А до этого, да, я познакомилась, познакомилась с председателем общества, международного общества друзей Антуана Сент-Экзапери из города Ульяновска. У меня завязалась переписка. И вот, когда я снова увиделась Буракова, он нашла, он прочитала в журнале его статью заповедь внуку, где он упоминает и ссылается все время на Акзапери, я снова его нашла, и мы решили провести вот День памяти в 44-м году, когда он погиб, это 31 июля, погиб, это была война, это как раз сейчас такая цельная тема, то есть он тоже как бы герой войны, защитник, ну, защитник Франции. он вообще считал, что стыдно, хотя он был очень больной, потому что я терпел аварии, у него были различные контузии, но ему запрещали уже в последнее время воевать, но он добился, и считал, что стыдно отсиживаться где-то, и что беречь его, как уже известного, довольно писателя, он все равно, так сказать, пошел воевать, и у меня есть книга о нем, где он вот его одевает, и он от боли мочится в костюм, костюм летчика, но несмотря на это, в общем, он воевал и погиб, геройски сбил его немецкий летчик, который долго не сознавался и долго искали, но все-таки нашли следы его в море, где упал его самолет, но я хочу не об этом, когда впервые я, почему еще загорелась, у нас такой был очень хороший режиссер на студии, Вадим, ой, извините, я улетел из головы, я увидела его спектакль, и на Химаше он руководил любительской студией, и я поехала туда, впервые, вот я первый этот спектакль смотрела, потом было очень интересно, молодой человек в 208-й школе, который тоже играл маленького принца, то есть это все по сказке маленький принц, и вот мы назвали свой фестиваль маленький принц, девизом у нас было зорко одно лишь сердце, то есть, и, конечно, как бы, это было желание привлечь молодых к этой сказке, она всегда актуальна, в наше время особенно, потому что есть такая фраза, мы в ответе за тех, кого приручили, вообще сказка просто, ну, как бы, он пишет для детей, но практически, но и для взрослых, и когда мы решили сделать фестиваль, у нас участвовало, вот сейчас я покажу, у нас участвовало, прошу прощения, мы пригласили группу из Ульяновска, у нас участвовало пять, пять театров, пять, значит, мы организовали, первых, свою любительскую труппу в 2003 году, а в 2004-м впервые мы открывали фестиваль, он шел практически полтора года, как бы, этот фестиваль, мы открыли в день февральской революции, ой, июльской революции во Франции, и проводили большой, так сказать, концерт, но предварительно, отрывки и сказки, была большая выставка, роскошь общения, была, и был большой конкурс, ну, тогда не все, собственно, конкурс рисунков, я брала все адреса художественных школ, мы разослали, так сказать, приглашение участвовать в этой художественной выставке, и очень большое участие приняла Хорстногофимская школа, дети, которые рисовали, то есть маленькие, ну, там очень много героев в этой сказке, и на все герои, так сказать, на всех героев были сделаны рисунки, на основе этих, так сказать, рисунков, мы подготовили, а в октябре уже, это было в июле, потом, поскольку, то есть это было в июле, да, но мы летом не могли, потому что уже люди, все отдыхали, школьники, все, и было назначено на октябрь, весь фестиваль, и вот на основе, был конкурс еще объявлен стихов, на основе стихов, мы создали книжечку, вот собрали стихи лауреатов этого конкурса, вот, и когда уже мы подводили итоги, мы это, дарили эти книги, уже этим товарищам, у меня здесь собраны многие автографы, самое интересное, что в этом фестивале участвовали, так сказать, от шести лет дети и до восьмидесяти лет, это знаменитый журналист Евладов, поэт Марк Луцкий, кстати, уже вот все ушли, у меня остались здесь автографы, я собирала специально, ну, и специально собирала я, любитель автографов, вот, и, конечно, мы определяли, определяли победителей в разных номинациях, это детей от шести до девяти, дальше старше, там студентка, я помню, победила из УПИ, и, конечно, первый приз среди старшего поколения это был Петр Евладов, который был очень известный художник, журналист, он великолепный человек, вот, то есть вот такая была история, в конце, когда у нас фестиваль закончился, нам Дом культуры, Дом культуры, ой, не Дом культуры, Дворец молодежи предоставил свой малый зал, и вот в этом зале мы показывали спектакли, участвовала, так я сейчас скажу, подождите, такие, во-первых, наша театральная группа, любительская, этот спектакль, этот спектакль, как бы, притча была, и он был, как бы, более даже для взрослых, хотя он и писал, что сказка для взрослых, для детей, но все равно она была интересная, интересная постановка, а в фестивале участвовала, так вот, пять театров, это наш музыкальный, который был на комсомольской школе, я ходила, так вот, понимаете, так сейчас круга ночи, приготовила, вот, очень хороший приехал из Ульяновска, это был театр, школа, одна, которая была коллективным членом вот этого общества друзей Экзопери, вот, объявление перед этим мы распространяли в Уральском следопытии и в газете областной, ну, приглашали людей для участия, вот, я, у меня целый альбом здесь вот открывала, потом первое заседание, вот, которое у нас было, открывали мы в школе, не в школе, прошу прощения, когда мы в июле открывали фестиваль, начало, мы его открывали в детской библиотеке, которая сейчас носит имя Владислава, знаменитого Карпивина, детского писателя, вот, кстати, в этом фестивале участвовал ваш, да, ваш профессор, Пронин, ну, тут ученый один, и, в общем, в конце мы дарили вот победителям книгу, кто авторы были, всем, и самое главное, мы еще создали вот такое благодарственное письмо, которое написано на французском, подписанное консулом, и на русском языке, вот, здесь афоризмы Сент-Забелей, естественно, из сказки, и из его произведений, то есть, это было довольно, довольно интересно, и потому что продолжалось на полтора года, и все это участвовали мы на общественных началах, и художники, которые оценивали нашу выставку, и поэт, и вот поэты Вивкин тут участвовался, потому что я много знала поэтов, и как бы призвала их тоже участвовать, вот, у нас за, после того, как закончился фестиваль, два с половиной года мы играли этот спектакль, и у нас, и недавно мы снова два года играли, возобновили, и уже пять маленьких принцев сменился, потому что люди вырастали, и самый первый маленький принц, это девочка, которая поступила в театральное училище, сейчас она актриса, и играет в живом театре, спасибо большое за внимание, надеюсь, вам было интересно, что, а